Добрый вечер! В эфире программа После новостей. Меня зовут Елизавета Курочкина. И мы продолжаем рассказывать про исторический форум, который в седьмой раз в этом году проходит в Красноярске в СФУ. К нам приехали историки, ученые из других городов и даже из других стран. Сегодня наш гость из США, профессор истории университета Сент-Джонс Маурисио Бореро. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Первый вопрос хотел бы задать относительно вашего проекта. Он называется «Енисейская Сибирь в контексте мировой истории. Сравнительный анализ». Расскажите подробнее, что вы сравниваете и с чем именно сравниваете. Да, спасибо. Я попробую сравнивать опыт русского завоевания или освоения Сибирь с другими местами в Америке, допустим, Северной Америке и Южной Америке в XVI-XVII веке. Ну, то есть, получается, как осваивалась наша Сибирь, это самое близкое по сравнению, это как раз Северная Америка. Правильно, да. Я так думаю. Многие русские любят, скажем так, кичиться, гордиться тем, что вот когда первые американцы осваивали Северную Америку, индейцев истребляли или отправляли в резервации. Но вот говорят, что в нашей стране такого не было и наши отцы-основатели пытались, скажем так, налаживать контакт хороший с коренным народом, дружили с ними. Вот вы согласны с такой позицией? Что думаете по этому поводу? Я в основном согласен, но мне кажется, что, может быть, если мы дальше обсуждаем этот вопрос, были моменты, когда не так произошло. Поэтому нужно больше исследовать. Ну, то есть, все не так категорично? Все не так, да. Да, по-моему, все не так было. Но вот если все-таки поподробнее, что у нас тоже были моменты, когда и коренные народы страдали, так скажем, от первопроходцев? Конечно, были моменты, и я думаю, что, хотя это, может быть, не было как в Испанской Америке, когда были борьбы, конфликты, а в течение полвека, может быть, население, корейское население страдало много после первого контакта. Ваше исследование, оно основывается именно на истории Енисейска Красноярского края? Вначале, это только первый шаг, я надеюсь, что проект будет пошире. Ну, я начался с Енисейска, с города Енисейска. Я понимаю, да, что вот в этом году 400-летие, это такая большая дата для всего края, наверняка даже для всей страны. Город действительно значим для региона, там его называли ворота в Восточную Сибирь. Сейчас это музейный город, можно так сказать, там соборы, старинные дома на каждом шагу. Почему вас заинтересовал-то этот город? Вот прежде всего, из чего вы исходили, когда выбирали для исследования тематику или какой-то населенный пункт? Ну, конечно, потому что это 400-летие годы из-за основания, я забыл. Основания. Основания, спасибо. Но тоже потому, что там произошла удивительная реконструкция церковь и старый город. И я тоже знаю, что город Енисейск вошел в предварительный список ЮНЕСКО мирового наследия. И поэтому, мне кажется, что это очень важно посмотреть там. А вы уже успели побывать, удалось? Да, да. Мы были там в понедельник и вторник. Ну, какие у вас впечатления от города? Очень красиво, очень замечательно. И работа, которую архитектор и историк сделал, и там очень удивительно просто все. Очень много сделано, особенно если сравнивать с тем, что было до 400-летия, и что сейчас там, конечно, сами жители отмечают это преображение. А как вы считаете вообще, почему важно сохранять историю вот таких небольших городов? Это важно для людей, это важно для страны. Вот почему на это в последнее время обращают так много внимания? Ну, конечно, я как иностранец, мне кажется, что просто это часть мирового наследия. Это не только Россия, но и всего мира. И поэтому важно, мне кажется. Ну, есть другие города везде в мире, которые похожи чуть-чуть на Енисейск. Вот вы согласны с тем, что без прошлого нет будущего? Вот такая сентенция очень многих. Согласна, конечно, как историк. Да, я согласен. Вот если вернуться к Енисейску, вы уже говорили, что в этом году большая дата, юбилей. Долго к нему готовились. Реставрация, благоустройство города, все привели в порядок. Вот как вы думаете, чтобы, допустим, начался следующий этап этого благоустройства, реставрации, обязательно ли ждать 500-летия? Вот почему все что-то значимое происходит у нас именно в привязке к каким-то красивым датам? Это правильно? Я думаю, что не нужно ждать так долго. Но самое главное, что они делали большую работу там. было бы желательно, если город включается в списки ЮНЕСКОМИРОВОЛОСНОСЛЕДИЯ, и после этого, может быть, это помогает городу, там, может быть, туризм будет, и будет развиваться чуть-чуть. Ну, даже вот уже сейчас туры отправляют. Есть уже, да, да. Вы съездили с коллегами наверняка. Как вы считаете, вот, если Енисейск войдет в список ЮНЕСКО, насколько это большая ответственность, и насколько сложно сейчас будет енисейцам сохранять город вот в таком состоянии, в котором он должен быть как член этого списка, как участник списка? Да, я точно не знаю об этом. Как, ну, есть и положительные моменты, и, может быть, отрицательные моменты, но все-таки это важно. Это статус. Да, это статус, правильно. А вот форум у нас в городе проходит в седьмой раз. Мы с вами обсудили, что вы в первый раз приехали на форум. Зачем вообще нужно специалистам из разных стран, из разных городов вот так вот съезжаться в одно место, в Сибирский федеральный университет, например, и обсуждать, зачем это нужно, если, грубо говоря, есть видеосвязь, я не знаю, можно какие-то конференции. Вот зачем такие форумы, в чем его важность была? Ну, конечно, есть видеосвязь и все эти современные способы контакта, но личный контакт – это самое главное. Я думаю, что без личного контакта трудно, как сказать, общаться. Это самый лучший контакт, по-моему. Другие контакты, конечно, важны, но… Ну, даже, чтобы лучше друг друга понять, как минимум. Правильно, да, да, да. А зачем форумы такие нужны? Вот зачем создавать форум, придумывать тематику для него, приглашать гостей? Что это дает? Новый опыт вы получили или что? Новый опыт, новые впечатления, дискуссии, может быть, новые мышления, новые вопросы, которые я, например, раньше не подумал об этом. Вот из тех дискуссий, которые вы уже посетили, какая вам показалась наиболее интересной? Дискуссии об исторической географии и почему важно разделить страну в разных районах. Это мне показалось очень интересно. Вы хорошо по-русски так говорите. Расскажите, поделитесь, как вот такое знание у вас появилось. Вы изучали язык или как? Я изучал в университете давно, конечно. Я приехал в Москве. Первый раз тогда это был Советский Союз, 80-х годов. Я жил в Москве полтора года. Я работал в архивах, и потом я часто приехал, может быть, каждые два года. Но в Сибири не были. Это первый раз в Сибири. Первый раз в Сибири. Будете приезжать еще на следующий форум или просто в гости? Я не верю. Пожалуйста, да, да. С удовольствием. Добро пожаловать, всегда вам будем рады. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, отвечали на наши вопросы. Я напомню, сегодня в Красноярске завершается уже седьмой по счету исторический форум. Он традиционно проходит на площадках Сибирского федерального университета. В нашей студии был профессор истории университета Сент-Джонс из Соединенных Штатов Америки, Маурисио Берреро. Спасибо большое, что пришли. Меня зовут Елизавета Курочкина. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Всего доброго.